240 лет, 1846 год. Кто рассказывает, главное, пристань, или еще называют ворота Севастополя. Где тут спускались? Вот по этой главной. Ну, еще называют их ворота Севастополя. Ворота Севастополя. Это первая пристань, которая была создана в Севастополе. Сюда подъезжали погулять, а еще и с моря приходили корабли. Вот видите, с левой стороны какой-то туристический кораблик отправляется. Ну, а мы, конечно, возьмем сейчас экскурсоводку и отправимся смотреть вот на таком кораблике. Первая пристань, которая была построена в Севастополе. Ну, а мы сейчас, вот, кажется, с правой стороны, оттуда, откуда-то мы прибыли. Графская пристань, 1846 год. Еще экскурсовод сказал, что вот все адмиралы, когда приходил корабль в море, ну, с моря, все поднимались вот по этому центру. Вот видите, она выделена вот по этой красной дорожке. Я читала в интернете, что она поначалу была деревянная полностью, и вот эти все ступени были деревянные, и сама пристань была деревянная. Но когда Екатерина II приехала в Севастополь, то все вот эти вот ступеньки поменяли на камень, и сами вот эти колонны отреставрировали, и она стала уже совсем другой. Несколько названий было у этих ворот, ворот города, главные ворота, морские ворота. Ну, кто как их называет. Главные ворота города, морские ворота. Наша группа в сборе, и мы отправляемся в три бухты Севастополя. Будем смотреть. Главные ворота. Неудобно подсидеть. Добрый день, уважаемые ворота. Севастополя мы рады вас приветствовать на борту нашего касса. Экскурсия будет проходить справа по кассе. Севастополь был основан в 1783 году по указу Петербурган. И нам увлекалась о негреческой истории и философии. Выгнано нашему городу греческое название Севастополь. В переводе означает город славы, город величественный, город достойный покорник. Пережим наш город в две ворота. Это Крестовая война и Великой Крестовая война. Это Крестовая война и Великой Крестовая война. Мы с вами отправляемся к путешествия с изданной части города. И в самом центре были заложены первые постройки. И одна из них справа по городу это Крестовая. Крестовая война и Великой Крестовая война. Изначально это Крестовая война была деревянной. Называлась она и потерянец. В конце 18 века это Крестовая война. Вечаль была лодка графа Марка Войновича. Командовался по Слопинской эскадой. Местные жители стали в Крестовской драмской. А также за пресленlive полосатый парнем таможня. И моно Вагонов todos. Впречало тому ЗНИЦ-Сетс Белый. Приехла Мальчатрута. Под названием «Крестонесси». Учебная созда на нем право к министамandiinodur. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это судно занимается установкой и съемкой 3-го оборудования токов и причалов и водорослеподъемных 220 тонн. Выше на полне белое круглое здание скрестов. Это памятник кузей. В честь 15 ребят севастоперцев, погибших на Антонской войне. Выше беседка, ротонда, розовый трог. В этой беседке всегда прохладно, она убивается со всех сторон. Судно Петрградов. Это судно экологического контроля. Старенькое судно Истра. Это судно немецких постройков. В 1942 году в году оккупации это судно называлось Эльза. Немцы на этом судне вывозили виной. В настоящее время оно используется для перевозки в топор. В Петрградов. Немецких постройков. В Петрградов. В Петрградов. В Петрградов. Сюда они занимаются научной деятельностью. Они исследуют морское дно, корректируют морские карты, передают эти сведения в освещение мореплавателям. Дальше в Южной Уфте находится территория частного ягодства. Вы сейчас впереди за створом и увидите бульбар на высоту. В Крымской войне на этой высоте находился четвертый пастилон, где сражался лес Николаевич Толстой. Сейчас там исторический бульбар. На этой высоте колесо обзора. С этого колеса виден весь город Севастополь. Рядом круглое здание. Это панорама Севастополя. В ней представлена картина штурма Лохова Кургана. Белое здание с пашней шпием. Это большой матроски. В пашне находятся куранты. Они бьют венанты. Играет мелодия легендарная Севастополь. Севастополь Севастополь Это голова. Я sad fantasy departamento. Это учредить лесу Таддейан. Задержится äнтеджевом матросантин. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Но это посвящает главный корабль, учитывая город Севастополь. Раньше эта пункта называлась Эльфиарской пунктой. Как и наш город Севастополь, Эльфиар. Эта очередь после основания нашего города Екатерина II издаёт указ построить первую большую Севастополь, где ты и не Эльфиар. И из-за Воланна в городе Севастополь, он назвал Севастополь. Дело в том, что год для соединения Крыма в Россию, здесь на этих переказах находилась Татанская деревушка Акадыр. Русские называли Акадыр, что в переводе с русской Белый Горс. Отсюда и первоначальное название нашего города. Татанская деревушка Акадыр. Если вы сейчас посмотрите вдаль этой культуре, за кораблями его увидите. Белый склон и пол. Эти горы создают русские ветки. Теперь и что? Раньше здесь находились конструкции, и корабль подходит под море, и задержался. Сейчас здесь находится военный склад. Сверху находится военская часть. За этим лесом небольшая бухта Северная. В ней находятся причалы двух порогов и катеров, которые идут с южной, в сторону Северной обороты. Если вы будете обещать вокруг через Санкерман, это 40 километров. Итак, 10-15 минут вместе со своим транспортом вы можете быть на противоположной стороне города. В нашем городе работал водопрежский парк. Адмирал Лазарев, он перед вами. И адмирал Истоков. Лена работает на фаромах большой находит туристов. Вот в осенне-зимний период, один парк в парке. Сейчас он подходит. Какие-то информации, говорю, действуют перед этими фаромами, причалами, на поисках добых, на автовокзалах. Здесь западное направление, и в которые выросли в поселке и замок, можно уехать в полчаса рай, в полчаса рай. И с прошлым годом мы с Кардо за войны на этом месте был Бабранкост. Сейчас вы видите острогонечную памятник, посвященную второй освободительной в артейской армии как командование генерала Дагмарова. Высота памятника символична 19 метров 44 сантиметра. С 9 мая 1944 года мы ее освободили в Севастополь от немецких фашистских захватчиков ровно от закопки великой победы на фашистке. Здесь есть памятник и на горел, где труба подельные дома. Этот район на северной страни называется радио-гон. Здесь в свое время известный физик и радиотехник Попо проводил эксперименты. Отсюда поступил первый радиосигнал на корабль. На берегу северной стороны два старых полуруга города. Это издемонтированные батареи, которые были построены еще при субборе в конце 18 века. Полщина стен этих батарей почти 2 метра и не вел собой на рейхе. Было их 5. Константиновская батарея здания впереди 5-го года. Справа в городе есть синий самолет. Як-38. Самолет вертикального взлета. Это Михайловская батарея. И на южной стороне были Александровская, Николаевская Батарея. Батареи были названы в честь внуков Екатерина II. Но до наших не сохранились только вот эти две батареи. Три другие были в зону. Владимиринской войны, когда русские солдаты покидались в Востоке. Сейчас в Константиновской батарее, где та некоторых продуктов, находится отделение русского географического улока. Но недавно открыт музей, посвященного на пару. На механовской батареях здесь самолет. Музей. Экспозиция называется «Перереческий спастовый». Там представлена частная коллекция украинского предпринимателя Алексея Шеренеевича. «Переди клавные морские ворота города. Ширина входа в бухту, пиксов, метров. Раньше, когда все поступали, в советское время с открытым городом. И вот это охранялся в разных способах. Здесь вверху цепи вставили сети. Полные заграждения. Если вы посмотрите, у нас тут прямо в голове. Многая в мелких белых дыхов. Вот это металлические сети. Полные заграждения. Ворота сейчас открыты. После войны тренировали боевых дельфинов. Обучались эти дельфины в конституции экспедиции фортовых пробок особого назначения, которые находятся на набережной в Голокове. Раньше глубина в этой бухте была тридцать метров. Её искусственно углубляли до пятидесяти. Для того, чтобы подводные лодки могли выйти незамеченными из Севастопольской бухты. Прямо по курсу, посмотрите, вот там крыльцы и техраны. И перед ними яхты стоят. Вот эта Александровская бухта. В Крымской войну там Александровский флот приходил с лодкой на противоположность. Он был взорван. Сейчас он находится в старейшем. Яхты получили много воды. И вот оттуда парус нарегата попали. А за раз в домом посадили ветер, рано и после его депо. В наших горных прошлых годах начали строительство оперного диалога. На этих трибунах День ВМФ сидят высокопоставленные гости нашего города и праздники. За трибуном и расположился этот переменский спирт. Здесь же справа, перед трибуном, небольшой береговой доступ. Это Николаевский мыс. В Крымскую войну здесь находилась самая мощная береговая батарея. Николаевская. Часть Николая I была наступна. Но в конце Крымской войны французы ее взорвали. Вы видите окошки больницы. Остались эти под трибуны. На высоте полгода. Что-то не ядово. Памятное полгода. Памятное место плавучего моста. В 1855 году от этого места на северную сторону притянулся плавучий мост. Поэтому в мосту русские солдаты подпекались в воздух. Когда сюда пришли французы и англичане, город был разрушен практически до сих пор. Об этих событиях более подробно рассказал в своих произведениях Тепс Николаевич Толстой. Севастопольский рассказ. И был участником вороны Севастополя участвовал в защитничестве. Севастопольский рассказ. И сейчас наш кант разворачивается. И справа откроется вид на белое здание интересной архитектуры. И сразу за баром на рейде. Вот это полукруглое здание у воды. Это ресторанчик. За ним длинное здание со стороны моря надо смотреть. Посмотрите, здание похоже на корабль. Иллюминатор. На носу корабля российский флаг. В здании располагается спортивный комплекс Черноморского флота России. Здесь проходят тренировки, соревнования. Само здание было построено в 1937 году под общением Черноморского флота. Надо сказать, что это одно здание, которое сохранилось после Великой Отечественной войны. Севастополь за свою историю восстанавливался из них важный. Первый раз после Крымской войны. Второй раз после Великой Отечественной войны. И мы считаем, что он по праву носит звание города героя. Ну а сейчас мы с вами возвращаемся на военный спорту. Наша экскурсия подошла к вам. Спасибо за внимание. И к вам большая просьба до полной швартовки.